Как вы понимаете, что в развитых городах, то есть в реально больших городах мира, существует такая система, типа французская Рера или Эсбана, которая существует в Берлине. Что это такое? Представьте себе обычную пригородную электричку, которая ходит, правда, очень-очень часто, ходит исключительно обычно по выгодной полосе, на ней допускаются грузовые поезда. А когда она приходит в центр города, она зависает в некий такой большой туннель, и после этого большого туннеля, она, значит, эта электричка проходит, там есть несколько остановок, и она проходит весь город. Вот. Эти системы в мире получили очень большое распространение. Самая большая из них в Париже настолько она загружена, что это единственное место в мире, где потребовались двухэтажные поезда. Там есть поезда с двумя этажами, так их надо возить. По загруженности вот эта Реровская система, она, получается, уступает только отдельным участкам токийского метрополитена. Вот. Это устроено на очень давно. В Франции примерно с 23-го года. А туннель под Берлином финальный прокопали при нацистах в 37-м году. Я при этом хочу сказать, что в этом нет ничего удивительного. Сейчас переломишь камеру. Что мне надо сказать? Мы видим, когда мы смотрим на карту Санкт-Петербурга, мы видим большое количество станций электричек, которые используются очень плохо. На самом деле народ на электричках ездит достаточно мало. Точнее, на юге он ездит как-то, на севере ездит совсем плохо. Ну, например, там где-нибудь в Парголово, Левашово, там никого нет народа. Что я предлагаю сделать? В первую очередь предлагается на базе существующих железнодорожных путей создать некую единую систему. Что я хочу сказать? Никакого каракаса нам не надо. На самом деле, проблема очень большого города может решить только тяжелый рейсовый транспорт. Ни в коем случае не легкий, а тяжелый, сверхтяжелый. Вот именно РЕР или СБА – это система сверхтяжелого рейсового транспорта. Почему рейсового транспорта? Да потому что к одному вагону ты можешь прископить большое количество других вагонов. Поэтому у тебя провозные способности его, они практически бесконечны. Или даже построить трехэтажные вагоны, как это происходит в РЕРе. Автобус, сожалению, это не позволяет. Что предлагается сделать? Предлагается с Балтийского вокзала, вот этот Балтийский вокзал, прокопать штурнель до площади Ленина. Это, вместе с подъездными путями, порядка 6-7 километров. По нашим ценам, это порядка около 100 миллионов долларов за километр, нам потребуется порядка 700 миллионов долларов, то есть 20 миллиардов рублей, очень небольшая сумма, для того, чтобы это все сделать. Я сейчас одеваю капочку. Эта система будет работать следующим образом. У ней от Балтийского вокзала до Финляндского вокзала будет всего несколько стандок. Первое. Балтийский вокзал подземный. То есть еще ранее, на подходе к нему, поезда опускаются под землю, как это происходит в РЕРе или ЛСБАНИ. Они подпускаются под землю, потом они едут. На технологическом стуле у них нет пересадки. У них есть пересадка на метро на Балтийском вокзале. Дальше они оказываются на Зенегаровской и Пушкинской, опять под землей. Здесь у них есть пересадка. И более того, вот по этой ветке, которая на Ситовского вокзала, здесь есть очередной туннель, куда опять заходят поезда. Дальше. У них нет установки Настырска-Владимирская, но у них есть на площади Восталина. Здесь есть опять очередной туннель, под который заходят поезда. Вот это и здесь происходит участок между Финляндским вокзалом и прочим. Как теперь, получается, наши движутся поезда? Ты приходишь связать север-юк, север-вокзалы, север-дороги. Да, но они, вот как у тебя происходит ситуация. Сосновая поляна. Здесь у тебя ходят электрички, поезда целые, с интервалом порядка 8 минут. Ты на него садишься и со всеми-всеми-всеми остановками едешь на Балтийский вокзал. После этого ты там заполнаешь под землю, проходишь вот эти мои четыре станции, про которые я сказал, в любой момент ты можешь на них выйти. После этого ты здесь едешь по Финляндскому вокзалу и после этого ты едешь в Девяткино. То есть у тебя, получается, фактически линия метро, которая идет с юга на запад на север. Вот так она ходит у тебя. Теперь вторая, значит, у нас ситуация. Это примерно из Павловска и Пушкина, точно так же. Садишься, едешь со всеми остановками до Витебского вокзала, дальше ты заезжаешь по землю, едешь по Финляндскому вокзалу, дальше этот путь идет в Павловске и в Левашово. В Левашово, я напомню, проектируется второй аэродол. Точно так же. Теперь самое важное. Московское направление. Ты из Колпина, Колпина у него конечная примерно, ты из Колпина, опять поезда должны идти с интервалом порядка 8 минут, едешь до площади Восстания, там он загоняется опять под землю, приезжает по Финляндскому вокзалу, дальше едет здесь, и здесь идет мимо старой деревни Лахту. Что здесь нужно сделать? А здесь у нас однопутная дорога железнодорожная. Сделать ее двухпутной. Что у нас происходит? У нас таким образом к метро, с различной системой будет работать как метро, добавляется еще порядка 100 километров. Путем прокат всего лишь вот этого небольшого одного туннеля. А почему народ переселит в общественный транспорт, они будут использовать личный? А это я скажу уже под самый конец. Почему это будет выгонение? Уже не после вот этого С-Бана, по-техновски, это будет. А речь идет, будет уже под самый конец. Уже под самый конец. Почему ты соединяешь именно таким образом эти самые пути, а не по-другому? Ну, мне кажется, так наиболее рационально, что они вот как бы все между собой, получается, пересекаются. Ну, во-вторых, в чем смысле есть твоя правильность вопроса, что как раз ют-то города очень хорошо загружены в электричке, а здесь-то обычно никого не бывает. Ну, представьте себе, мы здесь еще поставим вот такую ветку. Здесь так однопутные пути никого не бывает. Ну, вот будут ездить, поэтому нам предстоит большое количество... Да, уже здесь коротный район. Ну, коротный район, в нем никто не живет. Коротный район мы не подключаем к этому метро. Что еще очень важно? Она же, эта система, она, например, начинается только с Сосновой Поляны. Она с Петергофом или Оренбалом не начинается. Что у тебя происходит с Петергофом или Оренбалом? Человек садится в Оренбалом, едет со всеми остановками до Сосновой Поляны. Здесь он делает всего лишь одну эту, скорее всего, высадку пассажиров. И дальше он без остановок едет до Балтийского газала, приезжает именно на Балтийский вокзал. Для чего этого сделано? А тем, что он в Сосновой Поляне пассажир должен выйти из поезда, а тут же через 2 минуты после уйдет вот этот мой СБАМ идет, который пойдет через весь город. Если ему нужна остановка в Лигово, в Ульянке, в Дачном, то он просто пересадет на другой поезд. Подождется на то, что он подпереседет и поедет. Для чего этого нужно сделать? Для того, чтобы Оренбалом и Петергоф сильно припадят к городу. Если я не пойду без всех остановок Балтийского вокзала до Сосновой Поляны, то они минут 10 сэкономят. Что опять возникает? Интервал должен быть именно не более 8 минут. Ты не должен где ждать. В любом случае, пусть поезда ходят, но они должны быть не более 8 минут. То есть как метро. Да. А здесь они у тебя на центральном участке. На центральном участке будут ходить с интервалом порядка 2-3 минут. Притом на все это дело, вот эти наши 4 станции, которые предлагают, не надо же, я просто говорю, выражаясь, как кристаллы Старовски. Они должны быть именно очень-очень красивыми. Они должны быть красивее, чем красивее, чем наши метрополитеты. Придется полностью заменить подвижной состав. Во-первых, потому что там должно быть больше дверей. Быстрее должна происходить выгрузка. А какая скорость? Я думаю, что такая скорость будет на уровне лучших образцов рера. То есть мы доступны в среднем скорости порядка 50 км в час. Это много. А что сейчас помешает? Приезжаешь на Балтийский, присаживаешься в метро и едешь дальше в метро? Ничего не мешает. Только у тебя ситуация стоит следующая. Что у тебя на Ульянке, Лигово, Сосновной Полярине, у тебя поблизости нет станции метрополита. Неизначено достаточно далеко. Точно так же и здесь. Они все в стороне. Тебе, чтобы уровень обхвата города был бы увеличен. Мне становится делать это то, что на Балтийске будет чаще ходить. Да. Чаще ходить и быстрее. А вообще, Кайни сейчас чаще ходят. Нет. Потому что у тебя каждая пересадка, например, на Балтийском вокзале, она занимает, ну будет сколько, минут 10 будет занимать в любом случае. А с тут она не будет. Ты будешь без пересадки, без какой-то. Ты будешь, тебе нужно через Финляндск или куда-то. Тебе пересаживаться не надо. Твоя пересадка будет состоять, что нужно на другую ветку. Ты просто выйдешь на своей платформе, подождешь, что подойдет следующий поезд уже. Ну как во многих системах метро-калитета. Сихрой, конечно, тебе надо будет ту же платформу, приходить поезда с разных поправлений. Да, с трех разных поправлений. Я думаю, что это технически невозможно. Нет, это работает в большом количестве мира. У тебя же интервал вот здесь, как правильно, порядка 8 минут. А здесь он будет самым чистым. У нас обычная метро с пересадками. Там такие уровни, вы видите, самые переходы. Что здесь не меня. Да, здесь ты хочешь сделать такие поезда, и чтобы они приходили на одну линию, без этих самых... Согласование очень сложно, конечно. Нет, это никакой проблем. Не дадут, что кто-нибудь там опоздает, или какие-нибудь аварии. Нет, никакой проблемы в этом нет. В этом нет никакой проблемы. Ну он опоздает, значит все поезда немножко задержатся. Просто они же перейдутся к интервалам порядка 8 минут, а здесь будет идти порядка с 2. Но ты будешь иметь второе метро, вот такое сквозное, через весь город. Оно потребует, конечно, еще примемо вот этого прокапывания туннеля, оно потребует большого количества других заправ. Это строительство с метрополитерным соединением в районе Балтийского вокзала. Пересадочные пункты. Да. Самое главное, оно чего потребует. Оно потребует строительства вот здесь, в Старе деревьи, двухпутные железные дороги, до лахты, до нашего нового неба. Я думаю, что это копейки по сравнению с тем, что нужно будет делать под городом копать. Ну здесь это немного, я тебе говорил, что я посмотрел по яндексу порядка 6 километров сеток. И ты вот эту центральную ветку, ты его можно сильно разгрузить, что у тебя появится новая дополнительная центральная ветка. Тебе пересаживаться не надо. То есть ты просто, грубо говоря, одним простым взмахом пера, то есть вот такими пустыми вещами, ты винищешь в себя, ну, представляете, если мы получим метрополитен, получим вторую систему метрополитена, как вот есть в Париже или в Берлине. В Париже у них же есть метрополитен, у которого интервал между станциями всего 700 метров обычный. А помимо этого еще 500 километров рейера этого. Скорость больше, народ предпочитает не на метро ехать часто, а пересесть по на... Так почему сейчас уже есть же ветка, Балтийский вокзал, Московский вокзал, ветка есть такая, метро ездит? Ну, есть, так она пригружена. Зачем? А зачем тебе пересаживаться в пунктный раз? Это нормально, что она здесь себя продублирует? Это нормально. А почему плохая система городского транспорта, там, наземного? Потому что скорость наземного городского транспорта, даже самых лучших систем обычно, не превосходит 20 километров в час. Ну, если сделать выделенные линии? Я буду говорить о более скоростной, а о 40-ке. Здесь ситуация застает, что у тебя есть железка, и ты ее как бы ресурсы используешь дни этой самой системы. Путем одного туттоннелирования ты получаешь три дополнительных линий метрополитена. Притом очень скоростного и очень просторного, потому что тебе здоровенная электричка дает тебе такую проблему. Я вообще выступаю за неожиданную вещь. Если строить в нашей России что-то, то строить очень хорошее. Нам надо, вот если мы готовимся к Олимпиаде, мы должны понимать, что час пик у нас должны все сидеть. Вот представьте себе вот такую невозможную задачу, что час пик у нас все сидят вообще с напряжением. У нас час пик, там, два часа. Ну, два часа. Если хочешь за двух часов потратить огромное количество денег, а потом дать огромное количество энергии, чтобы вагоны уходили пустые, а полные только два часа в день. Вот, это вот такая вот так, да, хочу. А нельзя делать центр города, условно говоря, только, чтобы там ходил только городской транспорт, запретить частный транспорт в центре города, да, и услышать перехватывающие парковки? Понятно. Парковки, это... Ну, это в всей ситуации наработать не будет. Знаете почему? Ну, потому что скорость у нас общественного транспорта, она очень низка. Не, ну, если мы разгрузим дороги, и вот там будет где ездить, он будет ездить быстро, допустим. Весь Минский проспект будет только забит общественным транспортом. Ну, тем не менее, опыт показывает, опыт показывает, что в больших городах система общественного транспорта, она должна быть внеуличной. Вот метро, это система внеуличного транспорта, то есть это платная система. И вот эта система, которую предлагают, это тоже будет... Метро вообще дорогой, ты же понимаешь, там все эти рыки, тем более у нас здесь везде как бы сложная почва, да, там... Нет, у нас почва не сложная нифига. Это неправда. Ну, были же это аварии метро. Ну, метро были, но почва не сложная нифига. Ну, наоборот, очень замечательно. Ну, это же город на болоте стоит, фактически. Ну, и что? Они закапывают туда глубоко, в глину вот эту самую, синюю. И в ней копают. И мы, если не знаем... А как преодолевать дневу? Под дневой? Под этой глиной что-то глубоко. В этой глине там на большой... Не смогли туннель построить, какой-то там хотели построить, потому что слишком дорого было. Да нет. Это, я не знаю, что там со мной, потому что никого проекта не было, я впервые не видел никогда. Я вам хочу сказать, что мировой рекорд по проходке принадлежит Санкт-Петербургу, до сих пор не пробит. В 80-е годы, район военный Удельный. Это мировой рекорд скорости проходки, туннель. Настолько хорош у нас глины. Я сейчас же говорю не о метро. Я говорю, что копать-то нам придет, совсем мало. Вот только вот здесь центральный туннель. То, что сделали немцы в 1937 году, когда у них тоже была вот такая разводная система, они взяли туннель по середине, прокопали и все, соединили всю систему в Удельный холм. То есть у тебя должно быть как можно меньше... Зачем людям из Левашова, Ульянка или Сосновая Поляна? Нет, ну просто наладить, действительно связанность с наладить. А зачем тебе людям с этого, с проспекта ветеранов, на проспекты посвящение? Ну, так туда и не ездят. Ну вот и... Ветеранов ездят до центра города и обратно. Ну вот и они... Ну или с самого конца, какой не ездят... Правильно. И поэтому они предпочитают сесть на маршрутку, ехать в метро с проспекта ветеранов, если тебе нужно, например, на гостиный двор. Они этого предпочитают. Я понимаю, зачем связывали, если не будет необходимости возить людей по другую сторону, туда, далеко. А не получается ли это, что ты пытаешься просто на Зельный экспресс по другому маршруту пустить? Я не пытаюсь на Зельный экспресс пустить. Почему? Потому что система наземного экспресса это, в первую очередь, система легковересового транспорта. Что это означает? Это означает, что это маленький трамвайчик с очень низкой провозной способностью. Я уже говорил, что у нас город большой. И в одном из крупных городов никаких легких рельсовых транспортов по большому счету не существует. Легкий рельсовый транспорт для чего он нужен? И когда он используется? Используется он, когда у тебя есть город населением порядка миллионов человек. У него есть мощное историческое ядро, которое нельзя разрушать. Образец такого города, Кельн, откуда наша дочь Маргарита пишет нам. Образец такого города. Там есть порядка, я не помню, сколько, 200 километров великолепного ЛРТ. Что он такое себя представляет? Это два наших трамвайных фагона сочлененных, тоже на сцепке. То есть как бы каждый из них по полтора вагончика, то есть, ну, значит, три в сумме, наверное, как бы там четыре. Почему он здесь возникает? А потому что у тебя есть подземные тулели порядка там по 56 километров, по-моему. Ну, порядка 50 километров. А все остальное у тебя проходит по поверхности. То есть примерно то же самое, что он здесь происходит. Но Кельн, городок миниатюрный, маленький. Поэтому провозная способность этих трех вагончиков его устраивает. Так даже самое смешное я вам скажу, что они по многим маршрутам ходят с интервалом 30 минут не в час в пик. А в центре там доходят до нескольких минут, когда они точно так же сливаются. Для этого нужна выделенная полоса. Понятное дело. Да. Но у тебя здесь выделенная полоса. Везде уже есть. Вот она везде есть. Осталось только эту систему связать в единое целое. Вот этим покапкаем этот туннель. Если бабла хватит, то можно еще до Ладожского вокзала докопать. Ну, это не обязательно. Ты за счет одного канала и у тебя что здесь в ней является большой проблемой петербургского интерполитена это идиотские переходы. Когда тебе в другом направлении надо выйти туда и у тебя переход будет занимать 10 минут. Здесь у тебя не будет занимать. А можешь построить кольцевую ветку метро? Кольцевая ветка метро я бы в этом утверждаю не нужна совсем. Ну, совсем. А кольцевая дорога которая сейчас построена она нужна. Она даже разгружает как бы улицы. А кольцевая ветка метро не нужна. Кольцевая ветка метро это данный в Москве. Ни в одном вовле мира я больше не знаю кольцевых веток не какой-то. Все кольцевые системы они используются вот, грубо говоря этот прямоугольный или там квадратный способ. Нужны хорды. То есть некоторые системы которые проходят непосредственно это большая баланс чуть глупо сделать Петербург похожим на Москву. Это большая проблема. Кольцевая ветка я говорю повторяю еще раз метрополитена не нужна совсем. Но я ничего нового не предлагаю. Я предлагаю систему которая великолепным образом работает в десятки городов крупных городов мира. И она в некоторых тысячах составляет порядка 500 километров. Например Сан-Паулу крупнейший бразильский город. Биржа по-моему вторая или третья в мире по обороту. Вот в Сан-Паулу 12 миллионов человек в эмирации 20. Там есть некоторое количество метро но в основном вот это французский или испан выполняет основные функции. И мы здесь сейчас скажут что такое Ульянка что такое как только там поезда будут ходить с высокой скоростью и ты на них можешь попасть в любой конец города без пересадок. Если больше скорости там сразу появятся люди появится что-либо еще. И если мы действительно тыкаем образно говоря золотом и крестом Сваровского эти станции метрополитена центра в том числе и Ульянки в Сосновой поляне это нужно делать обязательно. Вот у нас такой символ и спорки там стоимость отделки невелико то мы получим принципиальную иную ситуацию только вот за счет этого. Что является главной проблемой для организации таких вещей? Главной проблемой является что у нас здесь находится порт. Этот порт требует дополнительных железнодорожных мощностей и Санкт-Петербург до нехватки железнодорожных путей является одной большой железнодорожной полкой. Поэтому РЖД которая нафиг не нужны пассажирские перевозки считает что это все невозможно. Кто же сказал что будет легко? Очень полезно озаботиться следующей проблемой выноса все-таки порта Санкт-Петербурга это конечно надо делать. В Усть-Нуголь куда-нибудь еще порта в городе быть не должно. Это за собой повлечет цели... Это базового порта? Да, базового порта не должно быть. Пассажирский должен? Пассажирский, да. Пассажирский, да. Почему нет? Его быть не должно. Это канал который надо постоянно копать и обновлять. Это большая загрузка путей что-либо еще. Ну, давай конечно выносить надо в любое место. Да. И это потребует за собой скорее всего политического решения такого как объединение Санкт-Петербурга и Никонской области. Скорее всего. Ну, вот его надо обязательно выносить и все это дело разгружать и это потребует гораздо больше денег чем покупка какого-то канала. Канала как туннеля, да. Большие больше денег она потребует гораздо. Это я хочу заметить. Хочется опять заметить что эту проблему с пробками на железнодорожном Санкт-Петербургском узле все равно надо решать все равно туда надо инвестировать все равно придется делать. То есть построение СБАНа не имеет никакого отношения. Но построить принципиально инновационную вот такую систему которую французы сделали в 20-х а не в 30-х годах почему бы нет? Это будет такая система которая будет не стыдно показать людям. Я в этом же раздел поговорю про метрополитен но метрополитен конечно надо развивать я хочу сказать что построить второй метрополитен стоит порядка 10 миллиардов евро для нынешнего российского правительства для нынешних ситуаций этой копейки здесь 100 километров можно построить его под Сеул и Мадрида поговорить что порядка за 10 лет это действительно к Олимпиаде это можно сделать но для этого нужно политическое решение я долго думал о чем здесь дело и у меня почему оно здесь не строится и могу здесь только принять некую конспирологическую точку зрения могу ее изложить такую дикую странную конспирологическую не секрет что большое количество высших государственных чиновников для того чтобы сделать собственную карьеру 90-х или каких-то шли на поклон и на услугу скажем к американцам или к каким-то еще это не секрет что они по-прежнему там находятся власти хотя управляют совсем не нами а поскольку любой метрополитен является системой для нового назначения в первую очередь системой гражданской обороны одним большим бомбоубежищем то это как бы система противовоздушной обороны и было принято принципиальное решение не развивать метрополитен только по его двойной функции потому что оно может быть в случае войны используется как бомбоубежище но поскольку позиции вот этих господ которые в 90-х годах вошли на услугу по Среднему Западу немножко на последнее время ослабо чуть-чуть то вполне возможно можно изыскать эти 10 миллиардов евро и построить ровно второй метрополитен но что мне хочется тоже очень важно отметить важно отметить что ситуация которая сложилась на сегодняшний день на первой линии она неприемлема нельзя того что у вас вечером стало меньше народа пускать поезда лежат чтобы люди все равно стояли в любой момент мы должны добиться такого метрополитена пусть даже это будет очень долго это вполне устойчиво для России что в любой момент человек должен даже в час пик иметь возможность сидеть обязательно только это сделает для пассажиров системы общественного транспорта привлекательными в противном случае они все равно будут пытаться ездить на их личных автомобилях а вот если сделать такую систему сделать ее модной красивой и стильной а это легко и легко добиться то привлекательность общественного транспорта возрастет ну это само собой но вы представляете себе вагон электрички а не вагон метрополитена а именно вагон электрички бесплатно с четырьмя дверьми с большим количеством сидений красивый, стильный большой, дышащий это же здорово у нас закоплен щит некий такого большого диаметра не знаю как там было по дорожке туда вот его можно использовать для прокладки вот этого туннеля по центру там 19 метров выводяем там уж совсем большие получается ну просто-бросто сколько их туда можно запихать будет этих электричек штук 6 но важно что я вот этот первый уровень самого тяжелого сверхтяжелого рельсового транспорта изложил то есть у нас в городе появится помимо тяжелого рельсового транспорта метрополитена который мы все знаем и любим еще появится система сравнимая с ним протяженностью с тремя линиями в дальнейшем и больше которая будет являться системой сверхтяжелого метро которая предоставит поскольку это сверхтяжелая рельсовая система высокого некомфорта перевозки пассажиров раз еще я забыл сказать что возможно вполне организация четвертой ветки четвертой ветки она состоит что в настоящий момент обсуждается строительство аэроэкспресса от аэропорта Пулково к Балтийскому вокзалу и представьте себе что прямо оттуда люди садятся на него в Балтийском вокзале заезжают под наш тюрьм едущие люди въезжают скажем до Башула где у нас второй аэропорт или к Джеффко где глубоко между носком будет еще один аэропорт что идиотские правила соглашения между Сердюковой и Матвиенко по поводу того что в течение сорокалетной территории Санкт-Петербурга и Ленинграда не будут строиться нового аэропорта в судебном порядке или в каком-то порядке они в конце концов будут расторгнуты и у нас в городе появится не один аэропорт а рядом а два или три можно даже четыре у нас стадион не могут построить у нас много проблем но вот это важно что вот этот аэроэкспресс опять и тогда у тебя в центральном туннеле ну допустим там примерно будет интервал движения на самом окруженном участке порядка двух минут в сравнении с метрополитеном этот проект для шума вот этого бича нашего метрополитена это идиотских больших переходов он позволит просто ты вышел постоял подошел подождал целый сний поезд во многих метрополитенах мира ну там гамбург допустим или где-либо еще подождал на нем табличка висит на нем написано куда он пойдет и ты на нем поехал ты сел и сидишь в большом просторном вагоне и ты доволен жизнь Петербург я считаю что подобного рода инновационную систему транспорта то есть создание своего варьера придачу Петербургу заслужил в общем-то я прикид считаю что в будущем все-таки город будет развиваться более активно вот часть значит по поводу метрополитена то есть рельсового транспорта мы сейчас его когда остановим продолжим ну все я кстати хотел задать вопрос по поводу того почему деньги не вкладываются в какой-то один город потому что в стране если брать уже как бы глобальную проблему хватает проблем так много проблем да есть куда вложить деньги что в один город в бухе какую-то массу денег не будет разве что если сам город как у нас сейчас любит на основе самоокупаемости не найдет эти деньги там в смысле да я не знаю я считаю как с дорогой у нас дороги нормальные все равно ремонтируют есть другие дороги более разбитые их не ремонтируют будет ли например иметь твоя система самоокупаемости или это все-таки будет на дотации жить нет она не будет иметь самокупаемость никогда она может иметь только техническую самокупаемость то есть эксплуатационные расходы ее будут отбиваться у нас сейчас у нас не любит я встречаю любая система общественного транспорта любая система это система городской инфраструктуры развязка транспортная она не окупает себя как д senators дорога, но она улучшает ситуацию в городе, она опосредованным образом себя окупает. Эта система общественного транспорта, надо было задать вопрос под камеру, она тоже себя окупает. Мы думаем, что это такая же вложение в инфраструктуру, как строительство новых дорог, новых мостов, может же себя и не окупает или что-либо еще, но так напрямую. На самом деле она себя окупает и улучшает привлекательность города, качество жизни горожан. И еще вопрос связанный с тем, что боятся деньги вкладывать, потому что боятся, что их разворуют, да? Ну и здесь уже ничего не сделать. Просто в свое время Дворкович, когда ему был задан вопрос по поводу фонда, почему бы его не вложить в инфраструктуру государства, он сказал, что на самом деле такие планы вроде бы есть, но на самом деле люди боятся, что просто эти деньги будут разворованы. То есть мы не вкладываем деньги, которые зарабатываем, потому что боимся, что они пропадут. Точно так же здесь, при таком грандиозном строительстве, и, собственно, как бы очень много денег просто пропадет. Ты пойми, что у нас получается по поводу строительства не грандиозное, то есть не дороже стадиона. Все строительство не дороже стадиона. Асимметрополитен... Ну, действительно надо считать, надо посчитать транспортные, это людские потоки, да? Посчитать как бы действительно необходимость. Это может быть... Одни составы тебе будут стоить, поменять составы, поменять... Нет, ты предлагаешь посмотреть... Составы, я могу сказать, они будут стоить порядка полмиллиарда. Ты же предлагаешь будущее смотреть. Ты все это хочешь за делом, что в будущем когда-нибудь это все пригодится. Да, оно и так пригодится, оно и настоящее пригодится. Не, ну настоящее действительно не столь существенное. Ну, то есть нет вот такой прямо нужды для того, чтобы сейчас строить второй метр. Но в будущем, да, если... Как всегда это бывает, да, если появляется возможность новой связи в городе, да, то эта связь будет... А именно транспортные всякие пути, они обеспечат как бы возможность развития как бы новых районов. Да, да, да. Они... У тебя есть электричка, ты теперь путей можешь уходить дальше. И люди будут говорить, аааа, возле метро. Сейчас же никто не говорит возле электрички. А там будут вложены нашего СБА, типа того, что там Девяткин или где-либо еще. Где-то. То есть это будет точно такая же станция метрополитена. Логика в этом, конечно, есть. Делают пути безостановочные, связанные, скоростные, связанные пути. Не занимают, скажем так, пространство... То есть это система будущего как-то. То есть это система будущего из этого сделает. И еще по поводу идеологии. У нас даже пути, которые должны быть, условно говоря, доступны всем, например, западный скоростной диаметр, и то делают платно. То есть пытаются ввести там некую самокупаемость через какое-то количество лет. А ты предлагаешь как-бы вбить в деньги нечто бесплатное, да, там, без всякой возможности самокупаемость. Я думаю, эту самую ситуацию тоже можно по пути этого частного государственного партнерства организовать. Почему нет? Я думал над частного государственного партнерства. Я думал над путем частного государственного партнерства. Смотрите, в чем здесь прикол. Обычно люди этого не понимают и говорят, что это разводка, это грабеж. От чести это так. От чести это так. От чести это так. Я, все-таки, как, грубо говоря, лидер общественной организации, посвященной общественному транспорту, то есть нетнодземному экспрессу, приглашал в сообщество Мемориал на выступление организации неправильственной, Банк, ВОЧ, она, по-моему, в основном британская, где люди занимаются надзором, над деятельностью всевозможных вот таких вещей. У них было выступление одного журналиста из Британии, не помню его фамилию, связанное, несколько книжек хотя бы на это написал, по поводу того, что система частного государственного партнерства не работает. Ну, я потом об этом могу сказать тоже подробнее. Ну, почему она работает, почему она не работает. Ну, смотрите, что мы знаем про банковское дело. Мы про банковское дело знаем, что банки печатают деньги из долгов. Что такое деньги, которые записывает Банк ВТБ? Популкова либо что-то. Это же не деньги, которые есть у банка. Это, как бы, обналичивание денег, которые, долгов ваших. То есть, грубо говоря, ты берешь машину в кредит или квартиру в кредит. То есть, грубо говоря, 10% это будут деньги банка, который он тебе выделит. А 90%, да, я же об этом рассказывал, это деньги, которые, как бы, ты обеспечиваешь своим кредитом. Это те, которые, как бы, напишут, которые запишут себе в актив, в прибыль. То есть, поэтому банк заинтересован в том, что ты брал у него деньги в кредит. Почему? Потому это вот способ капитализации деньги. Тогда он может выписывать на тебя, как бы, согласно совместным предоставлением, как бы, под тебя, как бы, печатать, изготавливать новые деньги. Его проблема стоит в том, что если ты не будешь оплачивать кредит, то правила таковы, что он под тебя должен все эти 100% денег своих и зарезервировать на счету регулятора Центрального банка. Поэтому, ну, ему очень важно, чтобы ты брал кредит. Так и сейчас на государственное партнерство. Денег у государства нет, но какой-нибудь большой банк может, грубо говоря, эти деньги под большой проект изготовить. Если ему будет показано, что этот проект рентабельный. А как он может быть рентабельным? Он может быть топор рентабельным за счет продажи билетов, а может быть он рентабельным потому, что город обязуется выплачивать в течение 50 лет такую-то сумму в честь этого проекта за его эксплуатацию. И таким образом, в результате схемы частного государственного партнерства, оказывается, которую придумала нам замечательная организация Байс Ватерс Хаус Купер, оказывается, в системе частного государственного партнерства ты можешь добиться финансирования таких проектов со стороны коммерческих банков, которые раньше ты не финансировал денег. Понятно, да? Хорошая, оказывается, схема. То есть я много слов сказал отрицательных в пользу Юрия Молчанова, который курировал в том числе проект «Наземный экспресс» и всякие прочие. А сейчас я вижу, в общем-то, немножко подумав, что он во многом прав. Понятно, что там без коррупционной ренты не обходятся в наших реалиях. Но, тем не менее, это тот способ, который, по крайней мере, идеологически позволяет финансировать такие большие тяжелые стройки, не привлекая ресурсы государства. Еще, кстати, вопрос связан с тем, а почему люди не поедут, наоборот, за город жить так? А почему они... Поедут, поедут. Если у тебя будет реально... Если у тебя не обратно систему нужно создавать, наоборот? Она и будет именно такая. Вот в отличие от метрополитена, почему? Ты не прокопаешь, прошу прощения, себе в за город туннельчик дорога. А пути ты железнодорожные проложишь. Поэтому в том же Сан-Пауэлле или в Париже, они на сотни километров, эти электрички, тут города проходят. То есть, ты живешь в 50 или 60 километрах за городом, садишься в эту штуку, в такой поезд, например, Рера или какого-нибудь Эсбана. Едешь, едешь, и состояние приходит под землей весь город как бы так. И уехать туда, скажем, в Выборг из Варицы, что-либо еще. То есть, это как раз система, в отличие от метрополитена. Она позволяет тебе активно развивать скоростную систему железнодорожного транспорта за пределами города. И ты представляешь себе, что тебе пути проложить куда-нибудь будет там, под Вырицу, где-нибудь еще в поле. Ты взял это дело, положил по насыпи, это стоит совсем других денег. Это стоит порядка 5 миллионов долларов за километр, может быть. Ну, совсем других денег на земной линии. Ну, если там совсем, то подороже немножко. Ты проложишь, типа того, что человек будет иметь великолепную возможность пользоваться новой линией метрополитена, как бы, живя далеко за городом. Это очень поможет расселению. Очень. Это правильный вопрос. Это чрезвычайно поможет комфорту жизни в городе. А город, кстати, за счет чего будет жить? Какие производства или там? С чем будет, собственно, заниматься городом? Это другой вопрос. Почему люди в город поедут, если они будут жить за городом, они будут оставаться там? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это вопрос, который не имеет, как бы, к системе сегодняшней, которую мы обсуждаем, к системе общественного транспорта никакого. Просто в городе уже ничего не осталось, кроме офисов и магазинов? Ну, почему? В городе просто интереснее. Ну, тебе же все равно важно куда-то приходить. Есть Мариинский театр или куда-либо. Так это будет только в субботу и воскресенье по вечерам? А в дневное время это офисы? И дневное, и утреннее, и курьер. Много чего существует. Ну, неважно. У тебя самое главное иметь возможность. У тебя, ты должен, не как быдло там, прождав полтора часа электричку, а потом что-либо еще с пятью пересадками, с каждой пути, на которую я буду ехать. Ты должен сесть на такую систему из Петергофа. У тебя просто пригороды станут ближе. У тебя метрополитена станет в городе в два раза больше. У тебя уровень комфорта на центральной ветке за счет дубирования. Вот видите, за счет дубирования. Но у тебя возрастет многократно. И будет у тебя ситуация, если мы это сделаем, она будет похожа на французскую. Когда люди едут, в одном направлении у них есть метро и есть рев, они пересаживаются на рев, едут на рев, потому что быстрее, комфортабельнее. И насчет вот еще велосипедного транспорта, как это предполагается? Да, это вот у меня будет последняя часть, про которую я сегодня буду говорить. Так называемый фрик технологий. Я там такого наворочу сейчас. Вот сейчас, если у нас хватит сил, мы до этого дела найдем. Я тебе про фрик технологий общественного транспорта такого наворочу, что ты удивишься. Это вот эта вещь. Но сейчас речь идет о реальной системе. Это не фрик. То есть она не служит каким-то там идеологическим или потусторонним случаем. Она служит тупо комфортному скоростному перевозке пассажиров. Вам все равно придется даже их пути реконструировать, чтобы скорость поездов возросла. Было как в Швеции, где-либо еще. Носиться с такой скоростью электрички. Ну, представьте себе. Ну, просто вот такой проект некий, устроенный в будущее просто. У нас люди, на самом деле, недавно дорвались до личного транспорта. И вряд ли они откажутся так легко от личного транспорта. Ради каких-то там удобств мифических. Вот эта система, она не позволяет людям отказаться от личного транспорта. Я буду говорить про… Ты же сам понимаешь, что иметь личный транспорт – это же статусность. Это же не только перемещение. Это пока, да. Но ты должен выбирать. Ты должен выбирать. Потому что ездить в общественном транспорте – это значит находиться на другом уровне социальной лестницы. Ну, вот в европейских… Иметь собственную машину – это как бы немного лучше. В европейских городах – это не так. И поэтому… Но это же надо уже менять уже и психологию людей, правильно? А психология сменится. Если у тебя там будет комфортно, чисто, красиво, все будут сидеть, и ты будешь ездить на новых станциях окруженных из Сталом и Сваровских, то люди будут ездить. Ты не поверишь. Но мы же этот спорт уже прошли, и помнишь, да? Что у нас ходить в кинотеатры в начале девяностых, и даже в середине, стало не модно, стало не статусно. У тебя что, видика нет? А как только появились кинотеатры, где были мягкие сидения, а не советские, где было чисто, где был кондиционированный воздух, где-то несчастное бедло бестерло, народ опять пошел в кинотеатр. И здесь та же самая ситуация будет. Как только у тебя уровень комфорта возрастет в общественном транспорте, народ пойдет обратно перенес на общественный транспорт. Никуда он не денется. Эта ситуация будет такая же, как и кинотеатры. Еще забыл сказать, что эта система предполагает автоматическим образом, позволяет сделать систему стоимости зонального проезда. Протест это не вызовет. В смысле оплата? Да, зональная оплата. Хотели в метро везти? Ну, это сложно в метро. Я думаю, что это невозможно. Почему? В каких-то городах есть иностранных? Иностранных во многих, да, конечно. Потому что это принцип справедливости? Это принцип справедливости, да. Но у нас это, потому что люди так привыкли. А здесь ты автоматически это сделаешь, у тебя будет автоматически зональная. Люди будут готовы доплачивать. Принципиально, ну, говорю, что речь идет о принципиально, как бы, другом уровне комфорта. Это примерно такое же по сравнению с метро, как современный кинотеатр по сравнению с советским. Это важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин